Парни, всем привет! Я в Нижнем Новгороде. Привет, в первую очередь, всем местным ребятам. Сегодня, значит, у нас по плану мутная встреча. Андрей и Макс уже спешат. Прямо сейчас Макс встрял в беду на Газели, которую они недавно купили. Он прям встал на трассе, что-то случилось, не знаю, сейчас созванивались. Короче, придется мне немного подождать, но ничего страшного. Скоротать время мне поможет классная игра Викинги, которая, кстати, по счастливому стечению обстоятельств, спонсор сегодняшнего видео. Так, мне кажется, сейчас самое время отпустить бороду, начать наточить топор и попытаться стать владыкой Севера. Это очень крутая многопользовательская игра, и тебе придется сразиться в ней с такими же военно-начальниками, как и ты. Здесь храбрые ярлы сражаются за место под безжалостным холодным солнцем. Игра Викинги постоянно обновляется, там большой выбор воинов и есть возможность создания оружия для своей армии. Лично я с удовольствием зарубаюсь в Викингов, тем более смартфон всегда под рукой. Здесь можно отступить в клан или создать свой собственный, а в тяжелое время друзья могут пришлать в караван с дарами. Как по мне, это очень качественная игра с крутым геймплеем, интересной сюжетной линией и крутой 3D графикой. Викинги действительно стоят вашего внимания. Ребята, качайте Викингов именно по моим ссылкам в описании к видео, ведь вдобавок вы получите 200 голды и бесплатный щит. Ищите меня под ником Роман Гордеев, и вместе мы победим. Вперед! Ко мне подходит охранник. Как там учили общаться на ютубах, эти вспоминают. Вам не знаете, представь себя нормально сначала, свои документы покажи. Не, фигня какая-то лучше по старой схеме. Кто мобильную группу вызывал? Вызывайте, хорошо. Я ничего не нарушаю, я закон не нарушаю. 10 метров у нас не нарушаю. Во-первых, это незаконно, во-вторых, я больше и дальше 10 метров нахожусь. Где? От ворот? Ну от этой таблички, она незаконная эта табличка. Почему? Ну потому что я никому не мешаю, правила ПДД не нарушают. Я подожду человека и уеду. Перееду нафиг все-таки, ну, чтобы женщину не беспокоить. На второй раз уже подходит. Надеюсь, здесь не будут мобильную группу вызывать. Макс, приятного аппетита. Вы знаете, где я? Все-таки мы встретились. Всем привет. С зрителем канала Рома Гоу. Роман Гоу. Роман Гоу, да. В гараже здесь время проводим. Миско, блогерские разговоры душевные. К ребятам приехал, значит, у них тут целый автопарк возле гаража. Газели. Пятерки. Это не быть пятерки. У ребят есть цель полную газель, пластиковых канистр набрать. И сдать их. И проверить, сколько можно будет денег поднять. Вообще, канавы мутные замуты на этом основан. Все мутки какие-то, где-то что-то на чем-то заработать. На свалке это заработать. Ну, не только на свалке, всякие. На свалке, в мусорке, короче, что-нибудь заработать. Можно арбузы продавать, можно еще что-то делать. И, в общем, проверка вот этих всех способов заработка происходит. Кто не видел, переходите, посмотрите. Завтра, думаю, до Уфы доехать. Надеюсь, получится. Вот моцик. Андрей, разобрался ты с моциком? Мне как бы пока. А тебе не писал? Мне какой-то человек писал. Я ему твой контакт давал. Он тебе хотел подсказать с мотоциклом. Да там много кто писал. Там дофига вся эта металит. Ну, умных таких. Там действительно смотрят. Ну, просто все дело встал. Тут, во-первых, вещь, что? Вот, сначала пятеркой вот этим занимался. Ага. Там дырка вот в пороге восстанавливает. Ну, и так обшивки менял, ручки менял. Пятерку до конца не доделал. Он, кстати, глушитель еще не поставил. Будет тоже ближайше время. Новый, да? Новый, да. Круто. Повезло в пятерке. У Макса дома в деревне, в общем, крякнул двигатель на Ниве. Мы ее загнали, наверное, сколько она? Около двух недель здесь стояла. Ну, недель-полторы, наверное. Я вот этот мотор делал. И поэтому вот с Макса с этим самотоком никак все еще руки не доходят. Понятно. Ну, что, к лету, да, наверное, к сезону? Что ты придумаешь? Возможно. Мы будем ждать все с нетерпением. А ты говорил, темно будет, нормально. Вообще отлично, душевно. Не, я имел дно, на улице. Да, на улице, чувак. Вот же. Вся инфраструктура здесь. Летом, Ром, приезжай к нам в деревню. Да, поедешь за машину, купит джип. Приезжай к нам. И в деревню. И ходим, погуляем. С удовольствием. На тракторе, да, тебя не замучили? Да, да, я тебя на трактор посажу. На тракторе будешь гонять. Трактор ведь завидели? Я натаскал дров на этом тракторе. Этого, ну, валежника, который вот всяких берез, там, что только не важно. И сосны старые. Все. Привез, напилил. И до сих пор не топлюсь. Считай мне, очень много денег, считай, в реалити я сэкономил. Я ни копейки не потратил, ну, кроме того, что на бензин для бензопилы и масло я заливал. Ну, это копейки. Сам напиливал и топором рублю вообще. И цепи для пилы. Да, ну, цепи для пилы я покупал, потому что до этого я пилил там с гвоздями доски. Неаккуратно, да? Я не думал, что так получится. Ну, в общем, пару цепей я, конечно, затупил, но ничего страшного. Все приходит с годами, с опытом. Да, конечно. Я вот вообще даже не знаю, что такое цепи для пилы. Я вообще не сталкивался. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Кто с супешником, с чаекой, нам тоже можете пожелать. Ну, и лайк, конечно. Приветствуется, как всегда. Соседи думают, что пожар. Что, Андрюх, подсказать что-нибудь? Да. Короче, смотри, ситуация какая. Перепутали. Но это не я перепутал, сразу скажу. И не Макс. Короче, перепутали полярность на аккумуляторе. И произошла какая-то здесь непонятная история. В общем. Ну, слышал, да, как стартер пытается завести? Ага, уже вот вроде, да. Ее постоянно отключает от стартера. Также с бензонасосом. Даже если запустится двигатель. То бензонасос врубается там через какое-то время. А что оказать за клеймот там такой-то? Закраска. А, это пенка. Пенка? Как-то ласково ее. А что с ремнем встало? Тоже пенка? Кто-то грыз, короче, здесь. Все, походу, не уедет она. Ну что, давай толканем. Днем, да и все, что-то. Что, зря с бурталу что-то ходили? На форумах смотрел, читал. Что пишет про такой пенки? Если клемм перепутаешь, и машина проблематично вздыхает. Я читал, обычно делал днем мозг, сразу сгорает. На генераторе? Да. Но тут совсем другая история какая-то. Ну да. Как будто кто-то что-то тут крутил. И не только аккумулятором. Здесь постоянно щелкает там реле. Я так и не понял, на бензонасос что-то реле идет. Ну мне кажется, проблема с блоком управления. Блок управления двигателем? Да. Мозги, да? Да. Потому что он сигнал дает. Она инжекторная, да? Да. Все понятно. А так вообще машинка нормальная гонял туда-сюда. То есть сейчас это в разряде головоломки такая, да? Ребус небольшой. Сейчас надо хорошего диагноста, кто сталкивался с таким проблемами. Да. Сюда бы Валера, он бы на раз-два, да? Просто Валера бы разобрался. Просто такая ситуация у меня впервые вообще, что вот при такой смене полярности, видишь, что-то сразу выгорело. И не предохранители, а конкретные. И главное читал тоже в интернете, ну там тоже люди как кратковременно щелк, там искранул, у кого бак, сразу диодный мост. А что защита, не стоит защита там? Хрен его знает, походу нет. Что блин, видишь, что это за машина, какая тут защита. Они сэкономили, наверное, на всем, на чем могли. Ну это ты выложишь, да, все, что, как? Как решать проблему-то? Не, как, что будет в итоге, ну это решишь, я думал. Расскажешь? Наверное, видео постарается, а то вдруг у кого-то такая же тема будет, ну, хоп, сразу решение. Так что, знаете где смотреть? Ссылки в описании будут. Мне вот самому интересно, что это за фигня такая. Ну он стартер, видишь, не сразу крутит, ну не постоянно. Главное, не, машина-то живая, то есть она показывает, что вот я живая, я вроде все, я как бы крутить могу и как бы рычать, но... И даже завелась она, да, один раз? Завелась. Потом хоп, и тут же не заводится. Вот Илюха, смотри, газель, такая ласточка. 2003 год. Так, пенек подставим, нет? Дворники, что, сняли Лёва? Или так было? Нет, это так было. Это еще не восстановили. Я работал в такси, купил себе пятнашку для работы в такси. Но это было давненько, как бы, не вот прям вот, где-то, наверное, лет пять назад. Я купил эту пятнашку, купил за 40 тысяч. Хорошее вообще состояние, идеальное, я не знаю, почему ее никто не покупал, она в Авито висела долго, наверное, из-за того, что еще, я думаю, что 100 с лишним километров от города. От Нижнего надо было ехать. Но я приехал, как увидел ее, то, что она состояние вообще, ну, отличнейшее. То, что ты не полюнился, да? Да. Цена была у нее, по-моему, под 50 с чем-то тысяч. Ну, я ее купил за 40. Ровно за 40 тысяч я сторговался. И косяков там вообще по ней практически не было. Я поехал туда на такси, сразу зная, что я оттуда поеду на машине. Нормально. Сначала я созвонился, за такси я отдал трешку. 100 километров на такси? 150 километров. А что, блаблакара не было? А, нет, какой там блаблакар? Нет. С тех годами не было. Да нет, даже не делал в том, что было не было. Надо срочно было. Я поехал вечером, мне нужно сразу машину забирать, все. Я договорился, там, сказали, что человек там приедет завтра, ну, как обычно, сейчас прямо, просто говорят, что приедет завтра человек, я думаю, надо мне этого человека опередить и купить мне. Я всегда так покупаю, я бывает иногда среди ночи могу там сорваться еще куда-то поехать. Ну, не среди ночи, да. Самое позднее я покупал в 12 часов ночи в Нижнем Новгороде. Мне сказали, ну, когда продавали машину на десятку, я ее тогда купил за 15 тысяч рублей в отличном состоянии. Что за цены? 15 тысяч рублей? Вообще ни о чем, ну, вообще в хорошем, в идеальнейшем состоянии. Мы в 12 часов ночи оформляли договор купли-продажи, сидели дома, в квартире, женщина не удумевала, что вроде как поздно приехали машину покупать. Но женщина, как бы, с девушкой, была на дочери машины, вот, и они, как бы, вдвоем, ну, пустили меня, перекупщика, ну, простого человека, как говорится. Ты сказал, что перекупщик? Ну, я не сказал, что я перекупщик, но они поняли, я думаю, что не просто так я так прилетел прям быстро. Фиг его знает. Мне кажется, что они поняли, чем я занимаюсь. У меня и договоры, все у меня было, я быстро оформил, и, собственно, на той машине я сразу приклеил еще 15 тысяч, хотя мог ее еще дороже продать. Но не стал. Я никогда не накручиваю еще, допустим, три цены. То есть у меня нет такого заработать, вот, много-много-много-много сразу с одной машиной. Я прокручиваю так, я покупаю дешево, и продаю чуть-чуть подороже. Я даже могу перекупщик, допустим, тем же самым продать. Ну да. Но зато у меня постоянно идет оборот. Движуха, да? Да. Чем мариновать одну там, да, на ней молиться, чтобы по максимуму продать. Купил, сразу ее быстренько спульнул и ищу свежую. Потому что были такие случаи, когда я пытался продать машину дороже, она какое-то время стояла, потом с ней происходили какие-то проблемы по заводке или еще что-то. То есть, опять-таки, вложение средств, я считаю, это нецелесообразно. Конечно, на машине нужно, как сказать, чтобы быстро машину продать, чтобы быстро, нужно сразу делать цену ниже. Ниже даже, чем вот другие выставляют. Тогда ты продашь машину. А если ты выставишь машину дороже, люди будут приходить кататься на ней, смотреть ее вот так вот по кругу. Один прокатился, второй, третий, там, уже на четвертом, грубо говоря, ты уже начинаешь выходить, уже весь оплеванный, как говорится. Да нафиг я вот хожу, ты еще раз показываю эту машину. Уже душу не вкладываешь, показываешь, да, так? Да, и уже, хотите берите, хотите не берите. Так, слушаешь, уже спокойно. Да, есть все правила. Там кто-то начинает опять проверять, там что-то не нравится. И вот это вот, когда мне нравится, а я сразу говорю за ценой, я говорю, а что мне нравится? Вот цена не дешевле, и все. Цена адекватная, да? Да. Есть такое еще правило, типа, то есть предлагают деньги, но бывает, посмотрели машину, все, только-то дадим. Если не отдаешь, ну, думаешь, вот сейчас кто-то подороже побольше даст, то потом можно зависнуть. И как тебе Хонда, кстати? Да, отличная машина. Как новая? Ну, сколько? И 6 лет получается. В 14-м ее купили. Вот три хозяина было, покаталась. Три раза были неприятности, ТТП мелкие. Вот, все, вот теперь мы на ней едем. Да, нет, да, ну, это хорошо, что машина, что говорит. Мы стараемся покупать дешевую машину, потому что, ну, на дороге, во-первых, денег нет. Потом дорогие машины нужно обязательно хранить где-то, потому что у нас промышляют угоны, всякие такие вот дела. Все равно есть, это не только у нас в городе, это во всех крупных городах есть. Конечно, да, везде это есть. Это ты можешь сразу попасть на бабки, то есть нужно за стоянку отдавать, машину стоит. За стоянку еще не факт, потому что на стоянке, грубо говоря, эту Хонду там не украдут. Там же, что там, всковыривают там, замки или как их скрывают? Ну, да. Сейчас скрывают, ты сам знаешь, как открывают, идут с двумя этими чемоданчиками. А-а-а. Подходит к твоей двери, знает, где ты живешь. Подошли, пикнули, она открылась сама. Включили где-то. С кнопки запуск. С кнопки запуск, поехали. Вот удобно эта штука, штука кнопка. Воровать удобно, да. Ну и воровать тоже удобно, блин. Прикольно. И они ничего там не делают, эти Lexus, Shmexus, какие там машины у нас с этим оборудованием. И на ней едешь, пока она заведенная, едешь, пофигу, что уехал. Да, а что далеко тут надо перегнать в соседний район, ну не в соседний район, там поставишь ее в отстойник. Она ругается, но не глохнет, получается. Да, она и не ругается. Она и не ругается. Нет, она ругается. Когда ключ, вот я продал машину, короче, вот с таким ключом. Вот эта Suzuki у меня была. И ушел, короче. А ключ-то у меня в кармане остался. Я даже его никогда не доставал и забыл про него. В кармане лежал. И мне про этот покупатель звонит. А ключ-то не отдал. Она начала, эта ошибка загорелась, что типа ключ, ну не вижу. Нет, это ошибка-то, я имею в виду, сигнализация не работает. Ну да. Сигнализация не орет, я ему ругается. Ты пишешь, что сигнализация орет, ругается. А ключ-то это понятно, что он будет там показывать, что он не видит. Сколько сейчас машин? Вот смотри, сколько сейчас времени, да, замечай. Я помню, 2002 год я таксерил, катался по городу на машине. У меня была копейка тогда. Ни у кого, ну особо машин ничего не было. Ты знаешь, встретить вот там ночью, там, к примеру, 5-10 машин, это вообще было что-то с чем. То есть это было много. А сейчас, что днем, что ночью. Движуха постоянно. Постоянно движуха вообще. Что знать. А мы все плохо живем, зато мы все жалуемся, что мы все плохо живем. Вот это вот люди, ооо, там все там ругают, там всех все там ругают. А что ругать? Что ругать? Все на машинах, всех жилье, все живем в городе. У кого-то дача. На дачи сколько народу у нас вот с Нижнего едут? На дачи? Да, по всем городам. Пятница, все стоит, да? Все стоит, все. И все, блядь, все плохо живем. Человек просто такое существо, он, с одной стороны, как бы не было плохо, он ко всему привыкает. Почти как таракан. В каких бы условиях люди там, где, наверное, в разных климатических условиях там живут. И в то же время, чем, ну, сколько бы не было у него там богатств или еще чего-то, он все равно будет недоволен. В определенный момент ему это все наскучит, и он будет недоволен, думать, что он плохо там живет и так далее. Как говорят психологи, что богатство, оно не делает счастливым человеком, что есть у него яхта, а он страдает еще по какой-то теме там другой. Согласен, воротим, направо ходим. Нормально, у нас главное. Сейчас у нас главное. И одна всяких случая от летчиков. Ну да, да, здесь частенько. Здесь можно вот машину, если хочешь это, страховку получить, вот покайся здесь, катайся. Сто процентов получишь страховку в течение пяти минут. Один раз проедешь, пропустит. Второй раз поедешь, забьешь всю машину вдребезги. Мне все равно проскакивает, прям гонит и пофигу все. Бывает иногда, конечно, я лично, я говорю честно, да, я люблю быструю езду, быстро гоняю, там, допустим, бывает по городу. Ну, я всегда стараюсь, чтобы никого не занять, понимаешь? А иногда вот видишь, человек выезжает, допустим, ну, со второстепенной дороги на главную, да, и включает там 40 километров. То есть он выскакивает перед тобой, мало того, тебе уже пришлось затормозить, так он еще и не едет нифига. То есть ты ездишь за ним вот так вот, встал. Дальнобойщики говорят, чемодан типа поставил, типа, хоп, перед тобой. Да, 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 все, и ты уже никуда. Так, ну, пытаешься там объехать, обогнать, там, допустим, обгоняешь, смотришь, там сидит вот девушка, там, как-то так вот в руле двумя руками, там, дедушка может сидеть, бабушка. Один раз бабушка так же ехала за рулем, и в мою машину прямо вот начала прям смотрит на меня и начинает в мою сторону перестраиваться и врезается в меня. Был такой у меня случай. У меня вообще очень много было ДТП нелепых, которые просто вот комедиклаб можно вот выкладывать. Едешь, никого не трогаешь, подрезает какой-то BMW, выскакивает оттуда четыре здоровых мужика, короче, начинает битыми по капоту колотить, ни за что, ни про что. Я даже не понял, что происходит. У тебя такое было? Было, было, вообще. Из чего, просто. Ну, это, опять же, давно было, давно, я говорю, 2000 там какой-то год. Я не знаю, как, что, в общем, я в концовке уехал, я пытался объяснить, они что там, да, ты что там, ты что там, что-то пытались мне вот это объяснить. Что-то на дороге не понравилось? Ну да, что-то не понравилось, я не знаю, я просто вообще даже не понял, откуда они нарисовались даже. Их не было нигде. Я ехал по левой полосе двухполосную в городе. То есть по левой полосе двухполосной. Ну вот как? Справа, да, никого не было. Справа никого не было, я ехал по левой. То есть, видимо, они хотели меня опередить. Может, они мне в фарме моргали. А у меня стекла-то черные были, тонированные прямо вот. Ну, на семерке. На семерке. У меня была тогда семерка желтая с тонированными стеклами. Такая вся пацанская такая машина была классная. И вот они мне по капоту начали фигачить. Я прям по газам ушел от них. Но они не догоняли меня ничего. Они догнали. Там не пытались догнали. Макс, ну богатый у тебя автомобильный опыт, я смотрю, да? Погонял, очень-очень. Ну ты еще и таксовал, да, потом? Таксовал, всякое было. Блин, траки, что только не было, блин. Когда в такси работал. Дорожные войны есть, да, передать? Всякие клиенты попадались, блин, жесткие. И, знаешь, надо, наверное, к людям находить какой-то свой подход. Я считаю, что можно практически совсем договориться. Вот тоже был человек такой, сел ко мне в машину. Он, короче, говорит, просто вот сел в машину и говорит, я, говорит, не хочу жить, говорит, хочешь со мной отправиться? Достает гранату вот так вот, отрывает чеку, вот так чеку вытаскивает. Я, говорит, давай, говорит, взорвемся нафиг, пьяный вот так вот. И мы уже едем, мы по дороге. Я говорю, слушай, я говорю, ты убери гранату. Я спокойно, я не нервничал, ничего не надо. Начал бросать машину, паниковать там этого. Я говорю, слушай, успокойся, я говорю, убери гранату. Я говорю, ставь обратно эту чеку, я говорю, засунь ее обратно. Я говорю, не надо, мне, говорю, ничего. Я говорю, у меня там родственников, говорит, целую кучу. Я говорю, мне еще пожить их надо. Я говорю, ну, у меня бабушка там старая. Я говорю, что ты мне тут показываешь это? Я говорю, не надо. В общем, я пытался с ним договориться Да, у меня проблемы с семьей Ну, в общем, он мне вылил Все свое подноготное То есть у него проблемы какие-то там Жизненные, и он решил вот Чтобы не было скучно Еще с собой кого-то забрать Там, на небесах, чтобы вместе там были Ага Ну и все, и как-то я его уговорил Успокоился, вроде все вставил обратно Мне такой Если что, говорит, ты меня не видел, я тебя не видел Он мне там сверху накинул Забеспокойся за это Потом, по концовке Но в итоге он сказал, что я, типа, хороший психолог Умею, типа, уговаривать людей Я говорю, а что, я уже ничего такого особенного В другой день не сказал Выслушал он просто, да? Да, просто выслушал, как-то Объяснил ему, что это не выход, я говорю Что ты взорвешься там Я говорю, никому ты это ничем не докажешь Потом просто будут разбираться Ну вот смотри, я говорю, сейчас мы с тобой взлетим на воздух Я говорю, я даже уходить с машины не буду, я говорю Сейчас, я говорю, мы взлетим на воздух Я говорю, хорошо Но Будут выяснять Выяснят, кто, чего Может быть, скажут, что у меня граната была Ты же не знаешь, я говорю Может, у меня у самого, блин, запас Граната там в багажнике лежит Я говорю, знаешь, как тракт? Я говорю, мы взорвемся Говорю, еще тут полквартала Разнесет Я говорю, дети взорвутся, еще там что-то Ну, в общем, начал вот так вот на него Да, ведь я говорю Ты точно понимаешь, что не мы с тобой можем пострадать Вот просто вот едем в толпе Представляешь, соседняя машина взорвется Ну, граната разорвется В руках там, все Дети пострадают Кто-то в машине А последствия? Да, я говорю, ты успокойся, я говорю Ты же не понимаешь, что не мы с тобой вдвоем Он такой, поехали вроде, сворачивай куда-нибудь Вправо, я говорю Зачем, я говорю Прямо, я говорю, я не буду останавливаться Я говорю, просто подумай, говорю, о последствиях Я говорю, вот сейчас ты трясешь, я говорю Она у тебя вылетит, я говорю Вот так пострадаем Все Что случилось, что-то такое Человек заморгал Сейчас газ в пол уже, можно Да ты че Включи аварийку тогда Что такое, блин Вот здесь может это бензин заправить Надо здесь что-то бензонасос иногда подстраивать Заправка там ближайшая Будет, я недалеко, да Может такая же ситуация, как у вас сегодня была Бензонасос когда хреновенький уже Когда мало бензина Наш что-то забивается, может быть сетка забилась У меня была такая канитель, у меня сетка забивалась То есть в какое-то время едешь Постоишь, потом дальше едешь Сетка забивается Налипает на нее снизу И не поступает Потом пробивает Почу, что он сейчас толчок такой, да? Да, блин Неприятно, конечно Ну бывает Два раза я спасал людей Ну просто Была такая ситуация, что там человек избивали Я на машине подскочил И машины их спугнул То есть я поехал прямо на эту толпу Народ заправки, да? Народ, нет, на это не заправляйся Это все, это смерти подобное Седание, да, а тут что-то 40 рублей бензин все что-то Да не надо нам А вон заправка Вон дальше, да Я боюсь, в последний раз я на этой заправке заправился И машина вот здесь вот встала Прямо отсюда отъехала Вот здесь вот она у меня встала Ну это давненько было Но одного раза было достаточно, чтобы больше не заправляться никогда Ага, сейчас Доковыляем, я думаю Да, да, да Да, ну что-то это Надеюсь, что сейчас починится Сейчас на Лукоиле 95-го заправлю За такие деньги 46,80 за литр А, 46 Ну, лучше за 80 Она должна починиться, да? Конечно Так, что у нас с той стороны бак Блин, надеюсь, сейчас починится Ну, давай, поправлю Маш, ей надо было просто газу дать Чтобы прям Пробрало ее там О, совсем другое дело Совсем другое дело Тут озерцо небольшое У вас же завод Лукоил, да? Ну, да Тут бензинчик с пылу и с жару, да? Но не дешевле, чем везде он у вас Да, сейчас чуть дешево Сейчас все дорого Дешево это вот Дома, наверное, в деревню сидеть И то надо Где-то находить Средства даже на патроны Чтобы подстрелить какой-то дичь Чтобы ее надо пожарить То есть сейчас все дорого Вот представь Еду я в деревню, да? Вот, допустим Я могу сам себя прокормить Да Ну, нужно элементарные даже Патроны купить К автомату, допустим Тоже денег Мы сейчас налево поворачиваем Чтобы подстрелить какую-то дичь И скушать ее Все денег стоит А так вот Иногда задумываешься Вот вообще о нашей жизни Чего мы живем здесь В этом городе Что мы тут крути вертим Что мы находим Какие-то новые общения Ну, вот так вот По сути Мы же здесь даже соседи Вот толком не знаем Кого-то знаем Кто-то здоровается А кто-то себя считает Воскомедом И не здоровается Я устараюсь со всеми здороваться Мне как-то, знаешь По барабану Кто-то там Что ты из себя представляешь А он там проходит Нос вниз опустил Там, типа Я тебя не замечаю И все Я как-то просто Ну, проще отношусь Меня просто так научили Понимаешь Меня дедушка Всегда приглашал Всех моих друзей Которые у меня Ну, с кем я погулял Как-то мы все приходили Дом чай пили Потом мы вместе все играли Там у нас было Дэнди В наше время Сейчас направо-вправо ряд Перестраиваемся Вот А кто-то, видимо, так вот Воспитно Что высокомерно себя ставят Выше, чем других людей Ты на Новой Хате Перезнакомился уже со всеми? Нет Есть там кто-то Кого я не знаю Ну, так как Кто-то Кто-то пришел уже Там Начал кипиш наводить Что там Парковочное место На них не поставил О, свои порядки, да? Ну, да Говорит Тут у каждого свое место Я говорю Ну Я говорю А мое место Говорю Тогда где? А вот Говорит Ваше место Там И вот Заняли Ваше место Я говорю Спасибо Говорю Замечательно Я говорю Я буду стоять Где хочу машину Вот так Мне по барабану На все эти места На все эти законы Я могу поставить ее За углом Вообще Если честно Мне вот Честно Вообще По барабану И мне пофиг Чье это место Будет Хоть дядя Васик Тетя Клава Там Я не знаю Я вообще Таких людей Не понимаю Какое место Там всеобщее Это Никаких Никто Эти места Не покупал Так, Макс Куда нам Налево Ну да Это место Парковочное Так выкупить Кусок земли Столько стоит Ром Честно Согласись Вот подойдет К тебе Какой-нибудь Ну хоть Кто подойдет Хоть девушку Хоть мужчина Скажет тебе Ну и что это На мое место Ставили Какая у тебя Будет реакция Вот честно Почему Почему Это ваше место Я спрошу С чего Взяли Это место И Предположу Опять же Что Это место Дороже Чем автомобиль Стоит Вот если Вот так Выкупить Города Даже в аренду Ну да Там Никто Никогда И не продаст Тебе Это место Просто Потому что Ты Незакон Потому что Тут общие Придомовая территория Здесь Оно все Общие Я против Вот этих Тоже Цепочек Всяких Каких-то Вещей Непонятных Я купил Гараж Допустим Да Я могу В гараже Поставить Вот это Конкретно Твое Место Это Да Это Я Приеду К Свой Гараж У меня Есть Документ Вот у меня Гараж Мое место Мой гараж Поставили Машину Как вы Поставили Мой гараж А здесь Оно Общие Может Таксист Приехал Устал С дороги Встал Пример Уснул В машине Такой тоже Бывает Случай Конечно Бывает Вот Ехал Человек Устал Плохо Встал Где Было Место И Уснул На Записи Кстати Сегодня Меня Я Когда Вас Ждал Припарковался Там Пробка Была Припарковался На Промжоне Тоже Ко мне Подходит Женщина Говорит Типа Здесь У нас Табличка Что Нельзя Здесь Парковаться Блин Я говорю Эта Табличка Незаконная Во первых Там Типа Ближе Десяти Метров Нельзя Во вторых Я Дальше Десяти Метров Табличка Просто Я Тоже Могу Добавить Своё Какое-то Мнение Что Кто Сливым И лесом Кто Че Может Парковаться Сейчас В среднем Ряду Едем Прямо Именно В среднем Не В крайнем Правом Потому Что Тут Направо Будет Поворот Дальше А нам Надо Прямо Ну Блин Поехала Машина Я Рад Буду Значит Сейчас Держать За Дорогу Не Меньше Полбака Правило Золотое Такое Давление На Насос Падает Когда Он Начинает Плохо Качать Что Возможно Да Там Сухим Баком Мучили С октября Она Стоит В автосалоне Они Все Это Кончается Бедин Они С канистры Бегают Смотри Что Сзади Не Простроился Так Плачел Здесь Бывает Иногда Такие Нюансы Кто-то Начинает Перестраиваться Маневрировать Как раз По Повороте Так По идее Ты должен С правой Полосы Ехать Вот В этот Ряд Но Там Бывают Такие Лихачи Которые Выскакивают Оттуда На Пол Дороге И Ты Прямо Вбок Впендюриваешься Поэтому Я Держусь Сначала Левее Потом Смотрю Направо Если Нет Никого Потихонечку Дорогой Потому Что Знаешь Много Народу Допустим Едет Один Так Делает Другой Так И ты Должен Сразу Анализировать В пяти Точках Предсказывая Да Все Знаешь Куда Он Сейчас Тормознет Не Тормознет А Тормозится Это Много Раз Мне Выручало Вообще Жизнь Даже От Страшнейших ДТП Которые В лоб Лоб Машина Летела И Надо Было Сманеврировать Или Остаешься На своей Полосе Вообще По идее Вот И вот Это Надо За доли Секунды Надо Все Это Предсказать То есть Он Может Тоже Ты Вправо Идешь И он Вправо На Обочину А Если Он Обгоняет У меня Была Такая Ситуация Он Ушел На Обочину Я Прямо У меня Один Раз С Камазом Такая Ситуация Произошла Я Знаешь Если Честно В тот Момент Я Почувствовал То Что Есть Какая Матрица Вот Ты Можешь Прикалываться Там Кто Сейчас Прикальнется Если Там Записыв Видео Но Реально Матрица Существует Матрица 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 Да Вот Как В этом Я даже Видел На Бампере Вот Я Веришь Нет Насколько Была Скорость Большая У меня Камаз Шел На Обгон Я На Бампере Видел То Что Он Был Красный Черный И У Него Были Подтеки То Мимо Моего Зеркала Это Край Бампер Я Всем В салоне Кто Сидел Находился Закричал Держитесь То Все Скорость Была Около 200 Км В Час Ну То То Представляешь Себе Сумасшедшая Скорость Вольксваген Пассат Б Ну В общем В новом Кузове Ага И Вот В этот Момент Я Понял То Что Гонять Не надо Ребят Не надо Гонять Нужно Ездить Аккуратно В итоге Справился С управлением В итоге Да Справился Все В порядке Но Как бы Не в порядке Потом Все Пошли Пописать Ребят Сейчас Значит Ты был Макса В гостях Он Меня Пригласил В гости Познакомил С семьей У него Большая Дружная Семья Трое Детей Кошка Есть Белая Собака Немецкая Овчарка Такая Молодая Показал Значит Монеты Мне Которые Он Нашел Находил Там Вот На Менталокопах На Вот Этих Мероприятиях Показал Мне Семейные Фотоальбомы Вообще Вот Такущий Человек Понятно Эти Видосы Мутные Замутые И так Далее Но В жизни Все равно Немного Все по Другому И Кстати Кто Не Смотрел Его То Есть По Тую Сторону Видео Так Скажем Уделил Там Часа Полтора Мы Просидели Вот Спасибо Огромное Макс А Я Поехал Забронировал Отель Возле Вокзала 650 Рублей Двухместный Номер Сейчас Глянем Что За Какого Годного Здания 200 Лет Здания 200 Лет 200 Да Я Не знаю Что Покажу Конечно Вот Эта У вас Комната Колоритная Такая Комната Полукава Такой Номерок Отдельный За 630 Рублей 15 Рублей Мне Скидку Сделали Мелочи Не Было Большой Такой Окошечко Ну Конечно Бен Проходим Здесь Весок Иногда Это Он Уже Старый Отель Хостел Так Скажем Зданию Как вы Слышали 200 Лет Целом 200 Лет Вот И тут Чувствуется Прямо Запах Такой Ну Не запах А Такое Ощущение Старины Там В общем Номере Градусов 35 Жара По Ощущению Это Просто Проходишь Как Баня Вот А Здесь В принципе Нормально За Чет Вот Окошечко Интересного Я сейчас Ставлю Файлы Наснятые Сегодня На закачку Всем Спокойной Ночи Небольшой Питстоп Надеюсь Будем Хоть чуть-чуть Туман Рассеется А то Что-то Вообще Жесть Уже Километров Километров Наверное 40 Меня Рубит Просто По-жесткому Суть Такая Что В отеле Короче Ночевать Не вариант Сейчас Потому Что У ребят Моих Нету Денег На То Чтобы Номер Снять Вот А Ввиду Их Внешнего Вида Их Могут Не пустить Меня Подождать В зале Решил Все-таки До Омска Ехать Продолжение следует